всем привет это обзор лего его аналогов от калины красной и сегодня у меня в обзоре набор лего серии marvel под артиклом 76 242 который называется нас мех танец год выпуска нас набора 2023 количество мини фигурок одна штука количество деталей 113 и розничная его цена 15 долларов данный набор я купил на яндекс маркете за 1450 рублей это более-менее сейчас средняя цена завышенная скажем так я думаю что буквально через полгодика данный мех можно будет поймать и за 1000 рублей это уже вроде как четвертая серия мехов вообще выходит интересная тема интересная вещь это у нас пересдание меха то нас он по-моему выходила самой первой серии мехов и я скажу что это на мой взгляд очень удачное пересдание почему да потому что во первых у нас здесь офигенная перчатка бесконечности которые именно прям перчатка они из деталей систем и также ребятки переработали мех в плане его конструктивности здесь мы видим что сгибающихся ног у нас полностью нет у нас есть вот эти новые элементы новые детали которые стали применяться в мехе с ниндзяга это понимание отсюда оттуда дизайнера слезали конструктив и я не как кажется что это лучшая идея чем его предыдущей версии но о которых мы поговорим чуть позже и чуть позже сравним так у нас вот такой приятненький дизайн коробочки на здесь классические герои мстители такие вот прям классические и сзади у нас представлены функции набора и также мы видим вот эту накречку я так понимаю это официальный импортер яндекс маркета или еще что-то такое в общем не было стамей давайте вскроем посмотрим что у нас там внутри а внутри нас оказалась одна вот такая инструкция новенькая беленькая ее сборочка танос нас тут перемещается если у нас это были новинки другие нет новинок у нас других мехов нету кстати говоря выходили три метра если что и два пакетика в котором мы видим камни бесконечности вот это конечно балдежка то что они именно вот так засовывает их много их можно применять по разуму в общем давайте соберем итак наш мех собран я хочу сказать что дизайнеры компании лего молодцы они переработали неудачных мехов marvel до этого выпускавшихся потому что у них были явно недочеты в конструкции а именно большое количество шарниров которое влияло прямо таки прямо на их устойчивость но помимо того что у нас переработана конструкция в данном мехе у нас применены новые детали которые очень очень гармонично аккомпанируется в целом со всем мехом и я хочу сказать что это она самая удачная конструкция дизайн таких небольших мехов от лего за последние несколько лет давайте поговорим по поводу новых деталей во первых у нас новое здесь встречается сразу лезвие это у нас мечта нас очень интересно аксессурованная деталь она здесь смотрится гармонично и эти лезвия не встречаются здесь впервые и сразу же что бросается в глаза это вот эти пальцы это новая деталь также она была выпущена в двадцать третьем году очень гармонично смотрится очень похоже на фаланги пальца в отличие от предыдущих мех мы позже сравним конечно же очень интересно потом нас встречается вот такая деталька она в новом цвете именно цвет новый ранее не встречалась у нас который изображает мышцы Таноса. Вот эти сами сгибные элементы, которые не имеют здесь шарнира, не двигаются, к сожалению, как трещотка, они у нас появились в 2022 году, но можно сказать, что они также новые. Но самое, что интересное здесь, это вот эта деталь. Это такая специальная деталь, которая имеет специальное такое сферическое окончание, чтобы можно было насадить сюда ответную часть. У нас появилась парнирная такая механизация, и нога могла вот так полностью двигаться. Она у нас двойная, ответная, в отличие от предыдущих версий. Чтобы вы, скажем так, наглядно понимали, конечно, поза не очень эстетическая. Это у нас мех Росомахи и мех Таноса слева. Вы видите, что раньше компания Лего применяла вот такую схему постановки деталей, и она не совсем была удачная. Ну, во-первых, у нас все-таки на одну детальку одна нога вперед, а другая нога назад. Ну и самое-самое главное, что мне очень сильно нравится, симпатизирует, вот это его, скажем так, основная броня, основная часть, куда у нас прячется мини-фигурка. У нас новая деталь появилась, это вот эта деталька, куда мы сажаем нашу мини-фигурку. Это отлично, это превосходно, и вот эта ответная деталь, которая не является, кстати говоря, новой, она полностью закрывает мини-фигурку, и смотрится это очень-очень гармонично и очень хорошо, потому что ранее до этого мини-фигурку ставили. Это у нас, скажем так, переиздание самого первого Таноса, и оно более успешное, оно более удачное. Здесь, по-моему, чуть меньше деталей, чем у той мини-фигурки. И чем она удачная? Во-первых, конструкция выполнена полностью играбельной, то есть у нас умилинчились количество шарниров, у нас фигурка не потеряла, на мой взгляд, никакой играбельности, она стала только, на мой взгляд, лучше и более устойчивая. У нас фигурка вот так может вращать тулуще на 360. От предыдущей версии у нас полностью достались вот эти широкие ноги, у них стопа здесь широкая, площадь именно. Это именно прямо от первого Таноса досталось, потому что когда у нас стопа в один стут, это, конечно, не очень хорошо выглядело, и мех держался не очень хорошо, устойчиво. Дизайн меха проработан очень хорошо, он выглядит таким массивным, такой у нас накачанный крутой Танос. Я даже не знаю, как его можно улучшить. Все здесь на месте, все здесь закрыто как надо. У нас также закрыты ноги с внутренней стороны, и также все закрыто со внешней стороны. Очень все хорошо, очень все детально. Ну и давайте сравним его с предыдущей версией меха, скажем так. Это росомаха у нас 22-го года. Интересный мех, на самом деле, выглядит прикольно, но он максимально неустойчивый. То есть, понимаете, да, у него можно больше поз поставить, но зачем они нужны, я не понимаю, потому что вот у нас, во-первых, вот так легко могут вылететь ноги, но они и тут могут легко вылететь. Но чтобы мех поставить очень хорошо, его нужно прямо вот так вот ровненько, красивенько поставить, и не всегда он любые позы может принять. Выглядит это иногда очень даже, ну, неустойчиво, нежели чем вот этот прекрасный мех. Но вы видите сами сравнения. И самое главное, что очень мне нравится, что решили использовать монолитную ответную часть детали вот этой, потому что если хорошенечко так играться руками, а это же игрушка, то вот так у нас легко может отвалиться рука, потому что здесь все состоит из деталей системы, а там у нас, как вы видите, новая монолитная деталь, которая, ну, не отвалится точно. Ну и, скажем так, средняя звезда между этими мехами, это у нас мех из серии Ниндзяга. Я делал по нему тоже обзор, вы видите, что здесь тоже были впервые применены вот эти новые детали, и я реально очень рад, что они перешли на вот эти конкретные детали. К сожалению, к сожалению, есть, наверное, небольшой минус, то, что здесь нет такого трещоточки, чтобы они могли вращаться, хотя, наверное, это и не особо сильно нужно. Но вот так вот смотрится, конечно, это намного круче, интереснее, массивнее, монументальнее, чем вот такой маленький худенький мех Росомахи. У данного меха не было никаких у нас наклеек, здесь только принты, и самый интересный аксессуар, который здесь был, это вот эта перчатка бесконечности. Данная перчатка встречалась именно в наборах с большим Таносом, и очень круто, что сюда они положили именно перчатку как отдельную деталь, а не как составную из деталей систем, как было в самом первом мехе. За этим, конечно, большой респект, и у меня теперь есть Камни бесконечности. И фигурка Таноса, она у нас новая, нигде ранее не встречалась, и я хочу сказать, что мне, наверное, попался косяк, потому что вы видите, что принты, именно золотистая часть принтов, на синем торсе смотрится не очень. Мне очень нравится выражение лица, здесь не красные глаза. Не знаю, зачем я ранее компания Лего делала принты с красными глазами, никогда у него таких не было, но здесь смотрится он более-менее эстетично. Конечно, принтик на лице радует, но, к сожалению, принт на торсе не очень. И также у нас имеется сзади принт. Ну, скажем так, принт брони слишком простой, и очень жалко, что нету никаких аксессуаров. Это, к примеру, шлем, и нет дополнительного принта на ногах, о чем бы хотелось, потому что в первой версии такое имелось. Данный мех я, скажем так, взял на пробу, чтобы посмотреть, что изменилось в конструкции новой линейки мехов в 2023 года, потому что скоро, как мы уже знаем, вышли небольшие анонсы, в мехе появятся в серии «Звездные войны». Я думаю, что конструкция у них будет там схожа. Ну, и что я могу сказать по итогу? Очень хороший, проработанный мех, реально мех, рекомендую. К сожалению, с мини-фигуркой мне не повезло. Мини-фигуркой, ну, можно было ей накинуть, конечно, принты на ноги, немножко такой минус, можно было еще шлем обязательно добавить сюда, потому что как-то он слишком голенько здесь смотрится. Но вообще, конечно же, респект, респект. Я думаю, что следующий мех, который я возьму, это будет «Ракета», ну, и «Халка» тоже, наверное, возьму. У меня на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, колокольчик, вступайте в группу ВКонтакте, где мы укладываем все новенькие лего и аналогов. Всем пока!